Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует экологический факультет Российского университета дружбы народов. Это один из немногих и очень значимых факультетов не только в нашей стране, но и за рубежом. И факультету в 2017 году исполнилось 25 лет. Идущие профессора, работающие на факультете, дают те передовые знания об экологии, охране окружающей среды, которые укладываются в основу российской экономики, экологической безопасности российской экономики. Ну а сейчас мы начинаем с сегодняшнего дня, мы начинаем цикл видеоконференций, на которые приглашаем заведующих кафедрами экологического факультета с рассказом о том, что представляют собой кафедры, какие дисциплины преподаются и где в российской экономике выпускники получают применение. Итак, с сегодняшнего дня перед вами заведующий кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета Марианна Дмитриевна Харламова. Пожалуйста, Марианна. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад вас приветствовать сегодня на нашем экологическом факультете на кафедре экологического мониторинга и прогнозирования. Кафедра была создана тогда же, когда был создан факультет в тот же год, поэтому нам уже много лет, но тем не менее у нас молодой и перспективный коллектив. И два года назад наша кафедра разработала и открыла новую образовательную программу для подготовки магистров. Программа открыта как на русском языке, уже два года работает, так и с этого года мы надеемся открыть эту программу на английском языке. Она немножко будет по-другому называться, но тем не менее по содержанию своему она близка к той программе, которую я буду вам представлять сегодня. Итак, программа наша образовательная называется «Рециклинг отходов производства и потребления». На самом деле содержание программы намного глубже, чем… Как мы переключим? Значит, на самом деле целью программы является подготовка специалиста природопользователя к планированию организации деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления. А в такую деятельность входит не только переработка отходов, но и управление, вся система управления, и экономические основы, и технологии термической переработки, и технологии утилизации, логистика перевозок и так далее. То есть на самом деле это очень широкая отрасль, и мы надеемся, что наши специалисты, которых мы готовим, смогут реализовать себя в новой отходоперерабатывающей индустрии, которая формируется в нашей стране вот прямо сейчас, в настоящий момент. Поэтому, в общем-то, наша программа достаточно уникальная в этом смысле, потому что готовим таких специалистов пока настолько, я знаю, которые только мы. Итак, задачам программы относятся изучение в первую очередь, конечно, теоретических основ физико-химических, биохимических, технологических процессов переработки и утилизации отходов, изучение основ стратегии управления и документирования деятельностью в сфере обращения с отходами, оценка последствий, которые могут оказывать объекты по обращению с отходами на компоненты окружающей среды, а также разработка мероприятий по организации систем контроля и мониторинга, поскольку мониторинг в данной ситуации является гарантом того, что воздействие системы, негативное воздействие будет минимизировано и будет находиться под контролем. Ключевыми дисциплинами нашей программы, они представлены на слайде, вы их видите. Прокомментировать я могу эти дисциплины таким образом, что они очень разнообразные, они относятся к разным сферам, скажем, деятельности будущего специалиста. Например, это технологии рецептинга, это система управления региональной, муниципальной, это физико-химические и аналитические методы контроля, это дистанционные методы контроля в сфере обращения с отходами и так далее. То есть на самом деле дисциплин больше, на данном слайде выписаны ключевые дисциплины, с полным списком можно ознакомиться в аннотации программы, которые находятся на сайте. Для того, кого мы готовим, собственно говоря, наша программа направлена на подготовку профессионалов в области обращения с отходами. На данном слайде вы видите выписку из перечня видов профессиональной деятельности Министерства труда за 2017 год. Причем здесь не все выписаны, скажем, направления функционирования таких специалистов. Их больше значительно, но поскольку объем не позволяет, ну и, собственно говоря, отставление вы уже можете себе какое-то составить, глядя на эту таблицу. Основной является как раз направление подготовки специалистов в области строительства и ЖКХ. То есть это формирование эффективной системы сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов производства и потребления. Это наиболее широкая такая сфера, для которой мы как раз и готовим направленно специалистов наших. Такой специалист называется специалист в области обращения с отходами. Помимо этого основного направления, также возможна подготовка специалистов в области химического производства, технологического производства. Потому что у нас на факультете также есть бакалавриат по направлению ресурсо-энергосберегающей процессы в химической, нефтехимической промышленности и биотехнологиях. И вот на базе этого бакалавриата также возможно и в ближайшем времени она будет открыта, направление подготовки специалистов. Тоже мы будем готовить тогда специалистов в области химико-технологического производства. На следующем слайде мы можем сравнить требования профессионального стандарта и требования образовательного стандарта по направлению экологии и природопользования. То есть те самые профессиональные компетенции, которые формирует наша программа. Обратите внимание, что в принципе достаточно близкие требования в профессиональном стандарте прописаны, да, вот с регистрационным номером 63 и в образовательном стандарте по направлению 05-0406. То есть таким образом мы стараемся обеспечить не только теоретическую основу, но и практические навыки у наших выпускников. Для этого наши выпускники проходят практику в очень, ну у нас очень много мест прохождения практик сегодня. Это и крупнейшие коммерческие предприятия, такие, например, как Ассоциация Лига Переработчиков Макулатуры. Это зарубежные компании, например, Хубер Технология. Это крупнейший завод по производству минеральных удобрений Воскресенский, ну и так далее. Помимо этого наши выпускники, те, кто видит себя больше управленцами, имеют возможность пройти практику в государственных органах различных. Это и Министерство экологии и природопользования, Московской области, это Департамент природопользования, это Росприроднадзор. И каждый год у нас появляются новые базы практик, которые, где наши студенты могут получить такие профессиональные навыки, которые им необходимы. Почему наши студенты, наши выпускники являются конкурентно способными на рынке труда? Ну, во-первых, при подготовке специалистов мы используем современную материально-техническую базу на нашем факультете. У нас есть возможность проходить, скажем, получать навыки практически в лабораториях Центра коллективного пользования, а также в лабораториях наших партнеров. Нашими партнерами является, например, Московский государственный университет, где мы также проводим исследования. Кроме того, наши выпускники получают хорошие знания и достаточные практические навыки, как и в сфере soft skills, так и в профессиональные навыки в области обращения с отходами производства и потребления, которые обеспечивают их востребованность на рынке труда. Наши выпускники уже на сегодняшний момент работают во многих компаниях, кстати, там, где они проходили практику. Ну, например, наши выпускники работают в фирме Huber Technology, очень успешные, и руководство фирм продвигает их по, так сказать, социальной лестнице, они уже нашли себя и, в общем-то, связывают свое будущее именно с этой фирмой. Кроме того, у нас имеется возможность продолжить вашу профессиональную подготовку и с тем, чтобы продолжить обучение в аспирантуре, например. То есть есть такие возможности, многие из наших выпускников магистратуры поступают к нам в аспирантуру на направление науки о земле, либо на направление геоэкологии и защищаются, в том числе и выпускники из зарубежных стран. Ну, и кроме того, наши преподаватели, как я уже говорила, это высококвалифицированные преподаватели. На нашей кафедре, руковожу кафедрой я, сфера моих научных интересов – это энергоресурсы, берегающие технологии, очистка сточных вод, переработка отходов, экологическое проектирование и так далее. На самом деле достаточно много. И весь штат кафедры, в состав которого входит 12 сотрудников на сегодняшний момент, в том числе 2 профессора, 4 доцента, 4 старших преподавателя, а также у нас много молодежи. У нас есть ассистенты и аспиранты нашей кафедры, которые являются аспирантами полного дня и также принимают участие в учебном процессе. Ну, если у вас есть какие-то вопросы по нашей программе, по тому, как можно к нам попасть, обращайтесь, пожалуйста. Контакты представлены на данном слайде. Я сама могу ответить вам на все ваши вопросы, либо могут ответить наши сотрудники. Спасибо большое. Мы готовы ответить на ваши вопросы прямо сейчас, в прямом эфире. Я вам представляю сотрудника нашей кафедры Капралову Дарью Олеговну, которая является руководителем будущей программы Waste Management на английском языке. На сегодняшний момент она руководитель программы Applied Ecology, которая тоже преподается на английском языке. Так что, пожалуйста, если есть вопросы, вы можете их задать. Ну, вот по факту то, что онлайн пишутся вопросы, можно ли после прохождения практики на базе практики писать диплом, естественно, можно. Это даже приветствуется, когда человек практически навыки, которые получил, использует для последующей научной жизни. Так, следующий вопрос. Когда проходит день открытых дверей экологического факультета? Их несколько. Семнадцатого числа как раз, с февраля, да? Да. Семнадцатого февраля будет очередной, на самом деле, с чьего года не только что бывает. Тут надо посмотреть обновления на сайте РДН. На каком курсе проходит практика и можно ли на базе этих предприятий писать диплом? Вопрос ответила. На каком курсе есть практика преддипломная, есть практика производственная, есть учебная. На каждом курсе? На каждом курсе, да, есть разные виды практики. Так, и вот вопрос интересный, я вот на него, наверное, отвечу. Зачем существуют программы на английском языке, в чем их качественное отличие, есть ли преимущество участия в них? Программы на английском языке, конечно, в основном рассчитаны на абитуриентов из зарубежных стран. Английский язык является международным языком на сегодняшний момент. На сегодняшний момент у нас уже есть, и мы выпустили специалистов на английском языке очень много, но, правда, по другим программам, по программе вейс-менеджмент пока она только в этом году будет открыта. Но у нас были уже программы, например, УШОС, стран шампайской организации сотрудничества, и мы уже выпустили специалистов в прошлом году с китайскими университетами, двух дипломников выпустили. Для них, для иностранцев, конечно, это перспектива лучшего трудоустройства, лучшей возможности трудоустройства, потому что рейтинг нашего ВУЗа достаточно высокий, и для них это, скажем, имеет большое значение. Что касается наших выпускников, я имею в виду российских, те, которые говорят на английском языке, вот на сегодняшний момент у нас есть таких двое, например, обучаются на программе на английском языке, как раз, economic of natural resources. Они прекрасно знают русский язык, но тем не менее учатся на английском языке. Но, скорее всего, потому что это практика языковая, и, видимо, такие студенты рассчитывают в дальнейшем получать образование, дальнейшее, да, в респирантуре, например, учиться за рубежом, и для них это хорошая, ну, скажем, практика языковая. Так, еще вопросы. Ну, по поводу занятий с 18.00, это, занятия ведутся у нас все-таки с утра, до 5 часов вечера. Да, у нас дневная. То есть, есть вечерняя форма обучения, как бы, но рецепт, по-моему, вечерний, что пока у нас есть. Есть, есть, в этом году уже взяли, да, у нас уже есть студенты, поэтому есть, возможно, очно-заочная форма, ну, или вечерняя, как она называется, можно на нее поступать. Вот, кстати, здесь вопрос получается, химики у нас в магистратуре могут учиться. Вы знаете, у нас могут учиться многие. У нас учатся выпускники, например, экономического факультета, у нас учатся выпускники физмата. И, кстати, для, ну, например, для моей кафедры это очень хорошо, и это приветствуется, потому что, понимаете, что такая специальность, как обращение с отходами, она требует знания химических основ, в общем, достаточно уверенное. Поэтому, ну, для нас, ну, вот, лично я считаю, что это, поскольку я химик по образованию сама, вот, и кандидат химических талок, то я считаю, что это очень важно. И мы вас будем очень рады видеть у нас в магистратуре. Да, пожалуйста. Так, поступление. Приемная комиссия работает в главном административном здании, там, если я правильно помню, начинается с июня, в 20-х числах июня приемная комиссия. Вся информация есть на сайте РОДН. Там все виды документов. Ну, там же и стоимость обучения, кстати. Да, потому что она обновляется постоянно, как бы, и вот очередной пик от ректоров был, если я правильно помню, в ноябре или декабре 2017 года, честно, да, стоимость обучения не в курсе. Стоимость обучения, она будет устанавливаться, ну, по крайней мере, для английской программы она точно еще будет устанавливаться. Для российской программы у нас есть несколько бюджетных мест на программу, то есть, если вы сдаете вступительный экзамен в магистратуру, он сдается в формате экзамена письменного, там три вопроса нужно ответить. Вопросы общие, поскольку наше направление, вот это специализация, рециклинг отходов не сам по себе, он находится в рамках направления экологии и природопользования, то в основном вопросы, которые на экзамене вы отвечаете, они связаны именно с экологией и природопользованием. Их, кстати, тоже можно посмотреть на сайте нашего факультета, они вывешены, все вопросы для подготовки к поступлению. И, в принципе, вы проходите по баллам, поэтому если вы набрали, например, больше 90 баллов за экзамен, то вы имеете право бюджетного поступления в магистратуру, у нас есть бюджетные места. Вот, что касается стоимости, пока мы не можем, я, например, не могу сейчас точно сказать, сколько это. Количество занятий в неделю? Очных, присутственных? Нет, на втором курсе 3 дня и 2 дня на НИРС, на выполнение научных исследований, то есть на подготовку вашей магистрской диссертации, так называемый день курсового проектирования. Их 2 дня, а так 3 дня присутствия. Так, когда проходят экзамены, нужно издавать английский язык, еще язык, на грузовичную программу. Экзамены я прохожу? Нет, на юне экзамен не издается, на язык не издается. Предлагать, что вы его знаете? Да, издается только специализация вопроса на английском языке вы отвечаете. И отвечаете, и как бы формулировки на английском языке, и отвечаете вы на английском языке. Так, по какой литературе готовится к экзаменам? Обычно, когда вмешивается программа вступительных экзаменов, там в конце литературы рекомендуется, которые они готовятся к экзаменам. На каждой программе своя. Нет, это не устный экзамен. Я уже сказала, экзамен вступительный, магистратура письменной. Три вопроса в экзамене, и вы отмечаете, вам дается, насколько я помню, два с половиной часа, да, два с половиной часа. Вы сидите, отмечаете, затем даете работу, и в этот же день вы видите уже свои результаты, они вывешиваются, и на следующий день происходит зачисление. Кто вам не обвезли на программу, мы обвезли на файл. Да, актуальная программа, актуально, можно на нее ориентироваться. Перед экзаменом обязательно бывают консультации, о них вывешивается объявление, вы приезжаете, консультации проводятся у нас на факультете. Экзамен, кстати, проводится в главном здании всегда. Сроки проведения экзамена, обычно это бывает начало июля, по-моему, да? Ну, она меняется, но в правилах приема вам обязательно скажут, и все в приземной комиссии можно узнать точнее. Так, как организована практика? Продолжительность, необходимость занятости, география. Значит, мы, как правило, все-таки рассматриваем пожелания студентов из регионов. То есть у нас бывает возможно, например, вы, наверное, обратили внимание, когда я делала презентацию о том, что у нас, например, есть договор с Тольяттинским госуниверситетом, соответственно, это именно в Тольятти проходит практика на фирме «Повтор». Поэтому они выезжают. Есть также выездная практика, например, в Тверь. Но в основном мы, когда мы практику планируем, мы учитываем, во-первых, пожелания студентов, во-вторых, направление их, скажем, деятельности, да, то есть их предполагаемую тему диссертации, и с этим, соответственно, увязываем практику. Ну, время практики 6 недель – это производственная практика, это лето, июль. То есть как увязывать с местом работы, честно говоря, не представляю. Мы видим, что мы с вас еще убрали. Нет, иногда мы, если… Нет, есть такой вариант, что если вы работаете на предприятии, которое связано, скажем, с обращением с отходами каким-то образом, с частью управления, с частью экономики, с частью экологии, то мы можем засчитывать такую практику как производственную. То есть мы можем вашу, так сказать, работу на рабочем месте засчитать как производственную практику. Так. Ну, пока вы с вопросами интересует. Это только что еще, да. Ну, что, да. Ну, она у них не производственная. Да, вот тут уточнение, что это не производственная все-таки практика в амминистратуре. Она называется предквалификационная практика. И, ну, фактически это все равно работа на производстве. Поэтому вы знакомитесь именно с работой производства. Поэтому так вот называемые. Так. Каков приоритет списка литературы? Да, что читали, грубо говоря, списка литературы, указанных для подготовки. Вы знаете, ну, вот я бы планировала брать по общим вопросам учебник любой, в принципе, можно брать учебник экологии. А по отходам тоже я показывала там, может быть, это не очень скромно, но мне кажется, что мой учебник, мой лично, да, я являюсь автором этого учебника, он является наиболее... Я сейчас вам его верну в слайд, покажу еще раз. Вначале был слайд. Вот он. Учебник называется «Твердые отходы технологии и утилизации методы контроля и мониторинг». В этом учебнике достаточно много информации именно по вопросам рециклинга и по химии в том числе есть вопросы и так далее. Сколько бюджетных мест было в прошлые годы? На какой программе? Сколько? 20 было всего. Это на направление подготовки экологии природопользования. Значит, поступаете, когда вы сдаете экзамен вступительную магистратуру, все сдают экзамен на направление экологии природопользования. И уже после того, как вы сдали экзамен, вы можете выбрать специализацию. То есть вы помимо нашего направления специализации «Рециклинг отходов производства и потребления», также есть программа, которая называется «Экспертиза экологической безопасности». Она вам будет представлена чуть позже. Есть направление «Рациональное природопользование» и есть совместная программа «УШОС». То есть это программа со странами Шанхайской организации сотрудничества. Есть также несколько программ, как я уже говорила, на английском языке. Но это вот все можно посмотреть на сайте. Так, в организационной программе нет вопросов про отходы. Да, как таковых вопросов про отходы в вступительных экзаменах нет, но там есть общие принципы. Там есть вопросы по технологии ям переработки. Поэтому вот эти вопросы можно посмотреть. И общие принципы управления у меня в учебнике тоже есть. То есть они, в принципе, одинаковые, неважно, в области обращения с отходами или в любом другой отрасли. Да, в том числе, например, оценка воздействия на окружающую среду у меня тоже есть. Я думаю, что мы не надеемся, что мы не сотрудники факультета профессии. Конечно. Конечно. Можно пообщаться, можно собирать и на кафедры, поприсутствовать. Единственное, вы знаете, я вот уточню, вернее, уточненная информация будет, видимо, вывешена на сайте факультета по поводу даты. Пока обсуждается 16 или 17 февраля, потому что у нас просто 17-го, еще будет лекция для школьников. Поэтому вот была идея объединить День открытых дверей с этим мероприятием. Но пока вот принимается решение, сегодня будет вывешена информация. А тогда, конечно, нужно пообщаться, дать ему левую карту и пообщаться с твоими сотрудниками. Спасибо. Так, ну, если нет вопросов, то тогда мы с вами прощаемся. И если у вас они появятся в дальнейшем, вы можете позвонить, по телефону обратиться и так далее. Мы будем рады вас видеть. Спасибо. 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 Спасибо.